Здравствуйте, уважаемые друзья! Не так давно мы с вами изготавливали вот такой стример. Как обычно, я такого вида все стримера отношу к группе ловчих. Но эстетически, как говорится, они не обладают той изящностью, как обладают несколько другие стримера. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию, не нарушая мое правило, из отходов изготовить не менее привлекательный в рыбалке стример, который также будет хорошо работать как по окуню, как по щуке, головлю. Если в несколько меньших размерах изготовить, то можно будет платву с красноперкой брать. Я изначально взял крючок несколько больше, для того, чтобы отсеять мелкую рыбу. Это десятка стримерная, из серии Гамакатсу. Закрепил у хвостика вот такой пучочек люрекса. И закрепил люрекс двухсторонний, металлизированный, хорошего качества, для обмотки тела. До загиба я не приближаю, для того, чтобы потом вы сами поймете, по каким причинам. Давайте мы вначале возьмем совсем небольшую, вот будем делать такую наборку из наших перьев. Вот у меня имеется флуоресцентное, хорошее, вот такие, оранжевого цвета перья. Я возьму совсем вот такую небольшую щепотку и сразу ее отрезаю. Убираю, подбираю, чтобы меньше было пуховых перьев и отрезаю. Наносим на место крепления совсем немножечко клея. И вровень со свинцом, чтобы не нарушать у нас пропорцию тела, начинаем подхватывать. Вот так аккуратно подхватили, пока никуда мы не движемся. Оставляем его в этом положении. Для того, чтобы изготовить тело, нам с вами понадобится немножко, совсем немножечко. Мы еще добавим хвост желтого пера и добавим немножко оттенок цвета шартрес. Сейчас точно так же выполним второй пучок, подберем наших перьев. Он должен быть у нас несколько по габаритам больше, чем тот, который мы закрепили оранжевый. Совсем на немножечко. Точно так же с вами берем, отобрали пучочек, отрезали, подровняли и укладываем здесь. Укладываем строго вертикально. И теперь аккуратненько вот так доводим почти до загиба. Как вы видите, люрекс наш будет хорошо поддерживать перо, а многоцветный хороший хвостик будет у нас выполнять уже функцию хорошего стабилизатора. И теперь самый такой ответственный момент, который вы в принципе-то решите сами. Можно брать вот допустим, желтый шартрес, красный, белого еще можно взять допустим немножко. И наборку сделать из определенных перьев, так чтобы потом этими пуховыми перьями выполнить обмотку. Но учитывая то, что я буду выполнять его в одном тоне, таком, несколько нейтральном, не вызывающем, я буду использовать вот остаток вот такого пера шартрес. Нам необходимо с вами разделить нашу нить. Берем даббинговую иглу, как обычно. Или выполните петлю, как вам будет удобно. Это уже не столь принципиально. Главное, чтобы нам можно было закрепить наше перо. Для того, чтобы у меня не было лохматостей от бородок, если отрывать, Я, как всегда, обычно вырезаю определенные небольшие кусочки из пера под самое основание ости. И вот так в длину вкладываю, как обыкновенную даббинговую. Формируем с вами нить. Много не усердствуем, потому что само по себе перо имеет особенность расползаться довольно-таки нехорошо. Поэтому уложили небольшую щепоточку, тут же прокрутили. И выполним первую обмотку возле нашего хвостика. Удерживаем нашу нить. Торчащие оборотки это не страшно, потому что в процессе они у нас все потом подровняются. Закрепили. И так мы с вами должны выполнить наборочку аж до самых глаз. Выполнили из остатков пуховых перьев наше тело. И теперь берем наш с вами люрекс, который мы закрепили. И выберем тот шаг, с которым мы выполним обмотку. Как я уже говорил, при большой привлекательности, как вулебагер, наш стример не имеет, но уловистость у него отменная. Это уже проверено. Такое количество нам для тела будет вполне достаточно. Крепим теперь наш люрекс, остатки удаляем. Теперь на место крепления люрекса добавим немножечко клея. И мы с вами должны выполнить небольшую опушку. Опушку также я подобрал в перышко, которое у меня имеется. Тоже по остаткам. Вы подберете для себя любое перо, которое, в принципе, здесь уже большой роли оно не играет. Если у вас нет каких-либо перьев подходящих, можно дополнительно еще каким-либо блестящим даббингом обмотать наше тело. И у нас выйдет очень симпатичный, готовый к работе уже стример. То есть это уже не столь принципиально. Также, как и вот по остаткам, у меня оставалось вот такое перышко Гризли. Я его креплю здесь же в глаз. И выполню ровно столько оборотов, сколько позволит мне мое перо. Это уже не принципиально. Мы с вами обматываем для красоты и немножечко только лишь для стабилизации. Выполнили с вами опушку, обрезали перо. И совсем немножечко я добавил даббинга для того, чтобы закрыть головку. И как вы видите, вот такой практически из отходов, что у нас были, готов к работе стример, который не уступает по качеству изготовления, если бы он был изготовлен из пера марабу или же из крашеного индюка. Те же самые по качеству пуховые перья. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.